Приветствую вас, друзья! С вами Виталий. Сегодня у меня такой юбилейный выпуск, скажем так. Тему я вынес. Тема будет «Менталитет Бога». Как это ни странно прозвучит. Но мы с вами разобрали акцент, поставили предыдущие видеоролики на то, что существует менталитет Атланта. И, соответственно, следующий логический шаг – посмотреть, что такое менталитет Бога. В этой менталитете у нас имеются примеры. Мы об этом всегда говорим и видим о какой-то мудрости. Мудрость поколений, мудрость старцев, мудрость монахов, мудрость различных учений, популярные восточные учения и так далее. Всегда говорится о какой-то духовности, мудрость в духовном плане. То есть какие-то нам говорят определенные слова из речения, и мы руководствуемся ими, или слышим их, но не руководствуемся своей жизнью. И такими знаменитыми и написанными, как говорится, на камне из речениями являются 10 заповедей. И я вынес в название этого ролика заповедь «Не убей», то есть такая популярная и простая заповедь, которую нам также перенесли в духовный план. То есть некий существует духовный рост, духовное развитие, о котором много говорят, интерпретируя какую-то духовность, оторванность от материальной жизни. Мне сегодня хотелось маленько развернуть на этот вопрос в другом аспекте, показать вам. Он материальный, этот закон, на самом деле, эти правила, можно сказать, заповеди, переведем их в материальный план. Тогда мы увидим, в них имеется действительно рациональное зерно. Смотрите, еще в 18 веке, 17 веке и так далее, в средние века люди буквально следовали в своей материальной жизни законам Божьим, заповедям и так далее. То есть, к примеру, волки, знаменитая такая пословица, да, и волки сыты, и овцы целы. Как это может быть, да? Ну, вот смотрите, когда в Англии, к примеру, такой же вопрос возникал у фермеров, когда волки поедали овец из их стад, заходили в стадо, поедали овец. И это, как бы, естественный процесс, правильно, да? Это естественный закон. Волки поедают овечек. Что же делать в этом случае? То есть, овцы пропадают, и люди не могли ничего делать. Они не могли убить волка, правильно? Не убить. Но волк поедал по закону природы, естественному закону, правильно, материального мира поедал овечек. Что делают тогда в этом случае фермеры? Они идут к мудрому человеку, к мудрому человеку, который, знает, интерпретирует закон, показывает какое-то решение, да? То есть, они идут к мудрому человеку, приходят, спрашивают, что нам делать, как нам сохранить овец и волков оставить сытыми, да? И мудрый человек им говорит, надо строить забор. Простое, как бы, решение, да? То есть, мудрый человек интерпретирует закон материальный, вот это «не убей, да? Следуйте Божьему закону». Они, значит, следуют Божьему закону. Вот мудрый человек интерпретацию сделал и показал им путь, как соблюсти закон «не убей волка», да? Ну, не убили волка, и овцы целые построили забор между волками и овцами. Таким образом, на этом примере, таких примеров много, когда заповеди, законы Библии, законы других, старозаветные законы и так далее, которые, они как бы в духовном плане, но в Иране, они присутствовали в материальном мире. То есть, когда церковь отделили от государства, сказали, вот материальный мир, вот духовный мир, каждому там, говорится, своё, занимайтесь. Но мы люди, интересующиеся менталитетом и как ментальность развивается независимо. То есть, наша задача найти независимый путь развития индивидуальности. Это очень важно, чтобы независимость, то есть, так же, как овцы, и разделить от личности, да, личность – это волк, скажем так, индивидуальность – это овцы. И нам надо построить забор некий между индивидуальностью и личностью, чтобы личность не поедала свою индивидуальность, да. И для этого мы строим забор. Вот эти законы простые, которые мы можем легко в материальном мире своей жизни доказывать, своей бытовой жизни, да, эти вот, допустим, эти 10 заповедей. Мы берём 10 заповедей и можем их легко доказывать. Не убей, да, но доказывать их придётся очень, очень так, тотально доказывать. То есть, тотально доказывать, не убей относительно всего. То есть, когда мы говорим, не убей, и как бы сразу ссаться какая-то с действием какого-то насилия между человеком и другим человеком, это крайняя степень, да, но она тотальная. То есть, тотально мы не убей, не убей, да, муху не обидел, да, там, собачку не обидел, дерево не срубил и так далее. То есть, всё не убей, то есть, всё, что ты видишь в материальном мире, ты об этом говоришь, относишь к правилу, этот свой, принимаешь его как закон внутренний, и создаёшь такой простой, выполнимый, легко закон, который вот и будет вашим, скажем, простым таким действием, правильно? То есть, мы между личностью и индивидуальностью создаём вот такой какой-то забор, какую-то границу, да, показываем, разделяем, независимость создаём, да, независимая тут независимая, маленькая такое, вот здесь, тут какое-то государство, да, и здесь какое-то государство, или штат, вот штат имеется в Индии, там имеется в Англии, там, в Северной Америке, то есть, это пришло, откуда пришло, из Англии, где королевство существует, да, и делятся земли на, там, на штаты, на округа и так далее, и вот это такое устройство земли образовано, то есть, когда некая граница существует, вот эта граница, эти простые законы мы выполняем, когда в жизни очень простые, правильно, так очень легко доказуем эти законы, 10 заповедей любой человек может легко и выполнять каждый день, да, легко, и таким образом мы создаём независимое развитие, то есть, концепция, концепция независимого развития от личности, то есть, да, в чём заключается, в том, что вы начинаете строить свою собственную, эту самую воронку, да, воронку развития, вот, которую я вам, помните, рисовал в предыдущем видеоролике, которая внутренне направлена, внутрь в себя, вы начинаете внутреннее саморазвитие, поэтому, друзья, когда мы говорим о 10 заповедях и переносим их в материальный мир, то есть, как бы возвращаем по собственной воле, да, по собственной воле, и тотально их начинаем выполнять, ну, буквально понимаем и тотально выполняем, не убий, то не убий, значит, всё, ко всему относятся, то есть, когда вы смотрите, допустим, американский менталитет, смотрите американскую действительность или другую, действительно, Южная Америка такая же, такая же тема там существует, там ничто не разрушается с помощью воли человека. То есть воля человека не применяется как разрушение к материальному миру. Не разрушается, то есть не убей, то есть тоже не разрушай, не разрушай, да? Не разрушай, то же самое не убей. То есть оно само должно разрушиться от времени, от старости и так далее. Вот такой акцент я вам сегодня хотел поставить на 10 заповедей. И заповедь не убей. Тотально также другие заповеди относятся ко всем действиям, движениям, помыслам, ментальным, эмоциональным, физическим и другим. То есть когда тотально это происходит, то у вас начинается независимое саморазвитие. Внутри вас ваша индивидуальность начинает независимо развиваться от вашей личности. Видите, происходит такая граница между овцами и волками. Волками, да? Поэтому, друзья, спасибо вам за внимание. Сегодня был небольшой короткий видеоролик, посвященный юбилею моему. Спасибо вам за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok